Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы будем прокачивать основную технику ударного движения. Поможет нам специально разработанный тренажер Evnik. То есть по прежней модели мы очень хорошо знаем данный тренажер. Этот тренажер гораздо круче, то есть он немного тяжелее, эффективнее, лучше. У него есть 5 основных положений прокачки под разные виды напряжения, под разные траектории ударов. Но основная задача этого тренажера это выставить мышечную линию, правильную техническую линию напряжения удара. То есть все основные мышцы, которые работают в ударе, он очень хорошо развивает. Ну и, наверное, один из самых важных моментов. Этот тренажер гораздо легче и быстрее поможет выставить как раз вот это вот направление. То есть сил при ударе, акцентирующая часть, хлесткость, скорость удара, безусловно, в разы повышаются. Очень много возможностей открывается с этим тренажером. Ну и, безусловно, эффективность в разы повышается. Поэтому смотрите, пробуйте, наслаждайтесь. Итак, первое упражнение. Мы ставим тренажер в положение ProSkills. Это позволяет нам, чтобы, ну, понятно было, лопатка тренажера опущена вниз. То есть данное положение тренажера специально так рассчитано, чтобы акцентировать именно вот эту самую первую часть кулака. То есть все то, что начинается от кулака движения. Это взаимодействие кисти, предплечья и плеча. То есть в данном случае удар начинается от положения кулака. В боксе вообще ударное движение начинается от ног. Но акцентирующий момент определяется именно сжатием кулака. Поэтому здесь есть несколько моментов. Первая ошибка, которая допускается при ударе, это положение у кулака вверх. То есть получается ударная позиция идет в пальцы. Данное положение тренажера заставляет вас положение кулака ровно, четко принимать по линии напряжения. То есть здесь акцентирующая часть именно идет на кулак. Вот чем и хорошо вот это вот положение. Если вот таким образом будешь делать, тренажер будет заставлять все равно кулак продавиться вниз из-за инерции лопатки. И получается вот такое вот положение идеально ровное. То есть вся мышечная часть идет уже как на одной линии напряжения, все вскакивает. И поэтому очень хорошо вот именно акцентировать вот эту вот часть. Первые упражнения, они делаются спокойно, чтобы рассмотреть как раз все звенья выхода руки. Делается оно без участия ног. В первой части работает только рука на сам выброс кулака. Пробуй потихонечку. Да, пока без стойки. Здесь можно даже в свободном вхождении делать. То есть тебе надо как бы так встряхнуть руку, чтобы сам кулак оказался вот в этом положении. Да, вот видишь, он выравнивает. Вот эту часть, видишь, не довернул. Вот он сразу об этом и говорит. То есть сама вот эта вот часть, она должна тебя правильно выставить. Вот эту вот часть движения. Вытяни вперед. К себе руку подними. И резким движением. Зафиксируй ее вот здесь. Вот идеально, видишь, хорошо. Пока тело не запускай, запускай только одну руку. Потому что тело, начиная дергаться, у тебя внимание с руки уходит на движение тела. Здесь пока передняя вот эта часть не пойдет у тебя, тело вообще не включай. Потому что неправильно прогрузятся мышцы. Хорошо. Теперь смотри. Попробуй руку перевести вот в это положение. И попробуй рукой перед собой завести вот таким образом. Чтобы опять-таки же увидеть все вот эти вот сегменты. Здесь просто поворот идет. То есть ты руку отводишь и просто по поворотам. Да, вот смотрите, замечательная вещь, да? Вот первое, как тренажер работает, видна лопатка. Если у вас в этом положении лопатка остается на месте, то удар не работает. То есть должно быть движение самой лопатки. И ты запускаешь ее. Ры-с, 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 ры-с. Видишь, здесь привыкаешь к сильному движению. И уже невольно начинаешь прогружать все плечо. Очень хорошая работа здесь. Очень много таких факторов. Все идет постепенно, последовательно. От одного узла к другому узлу. Теперь смотри, сейчас начинаешь вот здесь, акцентируешь. То есть сейчас не надо тебе возвращать назад тренажер. Сейчас просто выкинул, посмотрел. Выкинул, посмотрел. Раз, раз, даст. Стоишь фронтально. И вот в этом положении стараешься максимально выровнять руку. Во-во-во, то, что надо. И обращаешь внимание на саму игру лопатки. Очень хорошо. Ставится очень быстро движение. Запоминается очень хорошо. Очень много плюсов от данной отработки. Второе упражнение. Севник 3. Вот посмотрите, переключается тренажер очень легко. Переводим в положение шатоу-боксинг. Это положение уже лопатка чуть-чуть только наклонена. То есть здесь уже играет роль и возвратная часть. То есть рабочая часть как на движение вперед. Лопатка работает так и на движение назад лопатка работает. Упражнение аналогично выкидыванию грифа в боксе. Очень сильное, мощное упражнение. Работает все тело в этом упражнении. Очень хорошо прокачивается вот именно силовая часть удара. Ее акцентирующая часть, хлесткость, координация. Тут очень много моментов, которые вот именно в этой системе, в этом положении у боксера работает. У этого упражнения два основных положения. Вот все положение руки разведи, вот как ты гриф держишь. То есть твоя задача в первом упражнении максимально-максимально выкинуть, как ты выкидываешь гриф, руки вперед. То есть таким образом смотри, чтобы лопатка у тебя сработала на низ и обратным движением лопатки ты возвращаешь сюда. Здесь в первую очередь играет большая роль вот этой вот связи кисть, предплечье и плечо. То есть вот эта часть прокачивается, но вовлекается уже тело. То есть когда ты гриф выкидываешь, ты немножко подпружиниваешь телом. То есть вовлекаешь уже тело в движение руки. И движение мощное должно быть. Можно чуть-чуть подгрузить ноги, сильно только не подгружай их. А больше стараться вот от передней части, верхней части тела уже сработать. Очень хорошо оно прогружает. Теперь смотри, здесь надо локти чуть-чуть прижать к себе. И вот от этого положения локтей прям выкинуть их мощно. Два основных упражнения. Вот это вот первое и второе упражнение. Теперь смотри. Второе упражнение, оно втягивает в себя уже работу ног. Очень хорошую работу ног. Здесь все, через все тело уже проходит энергия. Его можно делать в прыжке. То есть тогда, когда у тебя вся энергия уже поднимается от ног и переходит в руку. Вот тут есть сила, а есть взрывная сила. То есть ты к своей силе должен добавить вот эту вот взрывную силу, которую придает тебе сам тренажер. То есть само отягощение тренажера. И уже можешь сильно уже выкидывать. Старайся сделать это одновременно, чтобы вот эта вот цепь передач у тебя сработала по нарастающему эффекту. Пробуем. Хорошо. Пробуй прям ногами оттолкнуться и вверх подпрыгнуть. Также есть вспомогательные упражнения, которые вот этот данный эффект усиливают. Первое. Попробуй под 45 градусов нагрузить вниз. Под 45 градусов. Стой. Вот так. Да, здесь ты как встряхиваешь тоже направление у тебя может немножко вниз идти. Так, чтобы максимально вот здесь вот в лопатке уже вывести движение. Видишь, начинает работать уже стабилизатор кора. Очень хорошо распределяется энергия здесь. Закончили. Второе вспомогательное упражнение ты делаешь под 135 градусов. Ну, под 140 можешь руки выводить. То есть вот под это положение. Здесь тебе надо тоже вытянуться по направлению движения. То есть ноги немножко отпрыгивают у тебя и старайся вот этот фокус уже поймать. Отлично. Попробуйте поэнергичнее поделать. Сейчас уже начинается. Вот как работает хорошо система, которая идет от ног. Пока вы делаете прыжок, у вас рука успевает возвращаться как раз вот к этому положению стойки. То есть первый момент. Когда вы бьете, вот после вот этого движения вам очень быстро надо вернуться в стойку. И вот обратное действие вот этой вот лопатки, почему и положение стоит под углом чуть-чуть, чтобы был быстрый возврат рук к себе, чтобы не оставалось у вас раз и рука там оставалась. Тренажер заставляет вас вернуть руки в правильное положение ударное. Ну и третье вспомогательное упражнение, то когда ты выстреливаешь уже вверх. То есть я объясню, вот зачем вот эти вот вспомогательные упражнения. Они усиливают эффект основного твоего упражнения. В дальнейшем, когда ты будешь работать уже без тренажера, руки будут сами летать. Повысится однозначно скорость, точность движения, потому что мышцы уже будут точно у тебя работать. И самое главное, это акцентирующая часть. Вот что собирает данная система. Вверх, когда ты будешь сейчас выпрыгивать, тело автоматически будет срабатывать. То есть от импульса ног до импульса рук, потому что напряжение все равно идет на сжатие. То есть лопатка все равно будет заставлять работать твою кисть. Приготовились. Вверх. Поехали. 180 градусов. Стоп. Видишь, да, как расходится. То есть прыжок, а потом движение. Старайся одновременно. Раз. Чтобы вот эту вот скорость прыжка уже поймать рукой. Очень хорошо. Закончили. А вот теперь смотри, преимущество вот этого упражнения перед грифом. Когда ты кидаешь гриф, гриф весит, как говорят стандарт, 20 килограммов. То есть первое, что ты делаешь, гриф выкидываешь, спину назад отводишь, чтобы удержать гриф. Правильно? Это первый минус. Второй минус. У тебя очень сильно идет давление на низ. И чтобы удержать в этой точке гриф, ты начинаешь подключать ненужные мышцы. Да, то есть у тебя стабильность не нарушается, но нарушается силовая вот эта вот часть, акцентирующая часть руки. То есть из-за того, что гриф тянет назад. То есть лишние мышцы подключаются, уже замедляешься. И основной момент, когда ты работаешь с грифом, у тебя очень сильно перегружаются локти и плечи. То есть ты как забиваешься, да. То есть после вот этого упражнения тебе приходится опять раскидываться. То есть вот в чем как бы нюанс. С эвниками такого эффекта нет. Здесь ты чистое движение вырабатываешь. У тебя нету никаких ни отклонов неправильных. Нету никаких включений вот этих вот ненужных мышц. Есть чистая работа, вот именно которая направлена на удар. Вот видишь, как вроде казалось бы простая штука, а может серьезно прокачать удар. Раз, 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 раз. Следующее упражнение, сэвник 3, переключается в шатол боксинг. Вот здесь, если видно, в ручке производитель сделал специальное отверстие под шнур, который соединяется с резиной. Резина, кстати, подбирается под спортсмена, ну, каждому свое натяжение. В данном случае у нас резина на 30 килограммов идет. Дальше. Чем замечательна данная система? Система самого тренажера, то есть из-за того, что он стал тяжелее немножко, то есть это похоже на гантельку. Здесь очень удобная ручка под хват, именно под правильный хват, то есть она не круглая, она плоская, чтобы вот эта вот плоскость как раз и играла. И очень хорошая получается синергия, то есть синергия это когда у вас силы объединяются, то есть становятся одной силой. И одна сила помогает другой силе. Если работать просто с резиной, вот для новичков это может, ну, как бы не очень хорошо сказаться на четкости техники. То есть очень много ошибок начинается, вот резина начинает вытягивать, и вот эта стабильная часть удара, она, ну, как бы начинает рассеиваться. Эвник, он дает как раз вот эту вот силу стабилизации движения. А резина уже начинает отягощать и усиливать движение. Очень хорошая система. Здесь очень много подводящих форм удара. Начнем с самой простой, прямая форма удара. Первое движение просто зафиксируйся, чтобы определить уже вот эту вот точную-точную связь. Так, хорошо, хорошо, все правильно. Чуть-чуть стой, чуть-чуть ногу подверни, чтобы тебя сильно не закидывало. Вот так, вот так она у тебя. Нога у тебя должна смотреть по направлению твоего удара, чтобы никуда у тебя рука не уходила. Вот это первый минус резины, когда вы начинаете куда-то не туда тянуть. Эвник должен срабатывать лопаткой, поэтому смотри прямо на лопатку. Здесь очень хорошая станция боксерская получается, в которой хорошо прокачивается скорость, очень хорошо идет хлесткость, все тело скоординированно работает точно на удар. Я вообще считаю, что данная станция боксерская должна быть в каждом боксерском клубе. Очень хорошо она прогружает, локоть этот прижми, во, и максимально раскидывай, во, сильнее. Здесь тоже один из показателей, это работающая лопатка тренажера. Вот в этом и есть синергия, когда одна энергия помогает второй энергии. Ну и убираются все технические, как сказать, неточности. Смотри, первый момент. Движение пока не ломай, старайся вывести его естественно без всяких вот сжиманий, потому что именно вот эти вот включения ненужных мышц и заставляют тебя впадать вот такую ломаную форму удара. Так, четкость удара, еще раз повторю, это слаженное, вот это правильно ударное движение вперед у тебя должно быть. Вот сейчас уже намного лучше. Очень хорошо этот тренажер корректирует движение и с максимальной силой начиная работать. Во, мощнее, быстрее, быстрее, сильнее. Раз, 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 раз. Быстрее, быстрее, взрывай. Во, закончили. Есть еще один момент, когда ты руку держишь вот под таким углом, то есть движение удара идет вот таким образом. Вот так бьешь. Здесь также, да, обрати внимание, видишь, лопатка должна у тебя вздрогнуть. Рыс, рыс, расслабился, сжал, расслабился, сжал, сжал. Первый момент, когда ты вот руку вытягиваешь и идешь от положения руки, то есть рука у тебя с одной стороны втягивает плечо, с другой стороны мощно выталкивает руку. Положение твоего удара идет вперед. То есть оно не стоит на месте, а начинается вот этот вот перенос веса тела. Очень хорошая станция. Вот он движение. И вперед. Да, только смотри, если вот здесь корпус начнешь сильно ломать, то есть будешь заваливаться, да. Поэтому корпус оставь вот в этом положении вперед. Раз, вот здесь. то есть резина сама тебя уже здесь держит то есть тебе надо сделать движение вперед и в пока ты делаешь смотри на меня пока ты делаешь вот это вот движение вперед тебе надо поймать разворот соединить то есть первое и второе раз руку пока вот в этом положении держи чуть чуть ниже а вот так еще раз но видишь все вот здесь уже до отказа у тебя сработало чуть-чуть только по направлению вот и все нога смотрит как раз на движение руки все идеально очень хорошая боксерская станция и теперь попробуй на скорость не задирая руку хорошо и быстрее стартуй резче мощней пошел закончил хочу отметить вот смотрите вот дырочка до под специальный шнурок шнурок идет в комплекте от производителя следующее упражнение бой стене у то есть но мы переключаем тренажеры один переключаем pro skills другое в hard punch то есть зачем это делается чтобы перераспределить нагрузку и увеличить вот чувствительность вот эти вот ощущения то есть вот посмотрите на положение разные положения разные наклоны разные наклоны тренажера что заставляет перераспределять энергию движение здесь работают все виды ударов снизу сбоку то есть все как мы обычно делаем в бою с тенью здесь можно начинать с одиночных ударов попробуй одиночные левый правый правый левый и постепенно можно менять темп скорость начинаешь двигаться на ногах так сейчас немножко помедленность запусти все виды ударов все какие только сможешь ударить сначала пока медленно это сделай вот спокойно на спокойном таком темпе и постепенно постепенно наращивай мощь и силу удара очень хорошо вот тут прям видно все и ошибки сразу вылазят есть на чем работать очень хороший тренажер теперь дальше переключаем в положении hard punch то есть чем хорошо вот это вот положение посмотрите лопатка практически задрота вверх вот здесь мы работаем уже на полную мощь вот это и есть тот момент ради чего создавался вот этот вот тренажер самая сильная часть подъема лопатки то есть так он сделан тренажер что очень сложно запустить вот эту вот лопатку вот именно в этом положении поэтому это требует ну таких весьма серьезных усилий чтобы заставить лопатку работать здесь также можно начать с одиночного движения и постепенно постепенно в уже врисовать его в общей в общую картину движения ударов во время боя с тенью очень хорошая система посмотрите как она работает начинаешь медленно спокойно и доходишь до взрывов вот для сравнения тренажеры синий синий эвник эвник 3 то есть мы давно уже работаем вот с этой моделью и очень сильно она отличается конечно вот это прорыв просто прорыв от производителя то есть гораздо он мощнее немножко тяжелее но работает соответственно немножко лучше удобнее скажем так удобная достаточно ручка очень хорошо то есть одно и наверное из таких прогрессивных доработок эвника это конечно меняющие меняющиеся положение ручки то есть прогрессивная система сразу изменилась работа вот мне очень нравится что еще можно отметить вот с эвниками очень хорошо раскидываться после любой тяжелой работы с отягощениями с какими-то сильными напряжениями в боксе как правило надо раскидаться вот эвник справляется с этим лучше всех что пробовали в разных режимах по разному делать вот эвник догоняет еще один момент если вдруг такое вот случилось что вы после травмы в моменте восстановления находитесь или по каким-то причинам вам не рекомендуется вот эти вот тяжелые упражнения с отягощениями прекрасно с этим справляется эвник то есть он травмированные вот эти вот мышцы постепенно постепенно вгружает в работу и еще один момент когда вот перед соревнованиями уже нельзя использовать отягощение или тяжелые веса но взрывная сила и сила в целом все равно как бы чувствуете что вот не хватает и и вот техник тоже вот приходит в этом случае на помощь очень хорошо он дает вот эту вот мощь и наверное один из самых главных моментов если вам нельзя работать с тяжелыми весами вы можете также успешно работать с эвником вот это вот очень важный момент особенно если вы готовитесь ну к соревнованиям и последнее есть такой режим которого нету в инструкции этого тренажера это когда выставляется лопатка в раздрай делается вот таким вот образом это для самых наверное вредных боксеров кому вот прям нужно вот вот это вот пресловутая сила вот таком положении лопатка работает жестче и она видоизменяет чуть-чуть вот эту вот саму геометрию движения но геометрию удара наоборот выравнивает то есть казалось бы да какая метаморфоза и настоятельно рекомендую очень хорошая вещь что хотелось бы еще заметить парни развивайтесь силу своего удара хлесткость акцент скорость правильно точное техническое движение удара это очень хорошая система но в остальном всем добра любви до новых встреч